Позиция. На русской службе новостей. Стоять до последнего. Довольно много сообщений, связанных с экономикой. В последние пару дней поступило. И о том, что проблемы инфляции и экономики по-прежнему больше всего беспокоят россиян. О том, что Всемирный банк улучшил прогноз падения российской экономики. Кудрин предупредил о предстоящем пике кризиса. По его прогнозу, например, в этом году падение ОВП составит около 4%. Что еще? В апреле ОВП России сократился на 4 с лишним процента по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года. Когда читаешь все эти заголовки, складывается впечатление, что апокалипсис уже близко. У вас тоже такое предположение? А вы не читайте. Советские газеты. Нет, почему? Наша газета как раз ничем не хуже, а во многом и лучше, чем газеты западные. Но вы не читайте про то, что сказал Кудрин. Кудрин правил и руководил экономическим блоком нашей страны в течение более 10 лет. Никаким хорошим результатом это не привело. Личная заслуга Кудрина это полная стагнация нашей экономики, которая привела в результате к тому, что есть сейчас. Бухгалтер он хороший, резервы умеет в сторону откладывать за счет удушения основной деятельности. А в остальном, то есть он уже свое отруководился, так сказать, с самыми печальными результатами. Зачем вы его слушаете? Какая мне разница, вот подумайте, вам заодно, нашим слушателям, что сказал Кудрин про приближающие? Да что хочет, тот пусть и говорит. А я вам скажу, а давайте прокомментируем, что сказал в пивной дядя Вася. Тоже интересно. Вы думаете, это релевантное, да, сравнение? Я думаю, что это релевантное сравнение. Даже, может быть, мнение дяди Васи еще и ценнее, потому что дядя Вася может ошибаться, а может случайно оказаться прав. А Кудрин уже точно доказал, что его слушать не надо, своими действиями, на протяжении многих-многих лет. Ну, а как вы относитесь к прогнозам Всемирного банка? Вот он улучшил прогноз падения российской экономики. Говорят, ВОП всего на 2,7 у нас упадет. Их стоит слушать? Нет. Так. Всемирный банк, может, достаточно посмотреть его прогнозы за последние, допустим, 10 лет по отношению к разным странам и сравнить их с тем же задним числом, сравнить их с тем, что потом было. Корреляционный коэффициент будет очень низкий. То есть, Всемирный банк говорит, то, что он говорит, сбывается только, когда все идет плавно. Перед самым кризисом 2008 года Всемирный банк давал сверх бычий, как говорится, ну, то есть, на повышение прогноза по экономике западных стран и мира в целом. Поэтому другое дело, что если ваш вопрос, такой общий, вытекающий из всего этого чтения, которое вы процитировали нашим слушателям, заключается в том, что как вообще дела обстоят в нашей экономике, то ответить на этот вопрос очень просто и без Всемирного банка, и даже без, страшно сказать, Кудрина. Все очень просто. У нас еще до Крыма экономика начала резко замедляться, просто в силу того, что еще и цены на нефть не упали, и резервы роста, те, которые заложены в нашей нынешней модели, они более-менее исчерпались. Поэтому вот темпы роста экономики с приближающих 7%, которые были на протяжении ряда лет, упали там, допустим, до полутора-двух процентов. Дальше одновременно произошли давления Запада и сильное снижение цен на нефть, и это обрушило экономику, заставив ее перейти в ситуацию падения там на 8%. Сейчас эти факторы понемножку отыгрываются назад, к санкциям понемножку приспосабливаемся, слава богу. Программы импортозамещения начинают как-то работать. А цена на нефть понемножку частично отросла и будет дальше отрастать, хотя и по принципу два шага вперед, шаг назад, но тем не менее будет. И в результате всего этого мы возвращаемся понемножку, но возвращаемся не к периоду 7% роста, а возвращаемся к периоду полутора процентного роста. Вот это вот так и есть. А чтобы его обратно всем перевести, это надо экономическую модель менять. А когда все это кончится? Когда стабильность наступит? Ну, со знаком плюс. В общем, стабильность. Стабильность, это вы странно говорите, что такое стабильность со знаком плюс, со знаком минус. Стабильность — это неизменность. Ну, нет, неизменность бывает такая, когда сидишь в луже, например, и грязно вокруг. И стабильно сидишь в ней, это стабильно со знаком минус. А бывает стабильность, когда ты в кафетерии булки ешь без остановки. Тоже ведь стабильность? Это со знаком плюс. Есть в кафетерии без остановки, это вы довольно скоро начнете лечиться от повышенного холестерина. Ну, каждому свое, кто о чем мечтает? Ну, я не вижу на данный момент никаких, выражаясь научным языком, драйверов роста, не вижу никаких таких вот элементов в том устройстве экономики, которое у нас сложилось сейчас, хорошее или плохое, которое могло бы вывести на нас опять на высокий рост. Просто не вижу. Поэтому какой стабильности тут может быть? А стабильность на уровне плюс полтора процента в год, ну, это скоро наступит. А стабильности на уровне плюс семь процентов в год не вижу откуда. Вообще это возможно, но не при нашем устройстве. А если говорить не об экономике в целом, а о жизни простого гражданина, обычного человека, вот в этой связи улучшения какие-то нас ждут в ближайший год полтора, цены будут пониже, как-то поспокойнее, увольнения прекратятся, ну, вот все то, чем был ознаменован финал прошлого года, вот об этом когда можно будет говорить? Ну, мне трудно ответить на этот вопрос. Ведь все, что вы сейчас спросили, это напрямую связано с экономикой в целом. Увольняют же не из человека ненавистничества. Конечно. А потому что плохая экономическая ситуация, компаниям становится трудно, они сокращаются или вовсе закрываются. Когда это прекратится, ну, вот я думаю, в ближайшее время прекратится, но только не в смысле, что они начнут обратно открываться, а в смысле, что дальше не будут закрываться. То есть это будет как раз стабилизация, вы уже используете вашу терминологию, вот. А стабилизация в кафетерии, я не вижу для нее просто, в принципе, это вполне возможно, но я из того, что вокруг, вот в окно вижу, я не вижу для нее никаких, никаких предпосылок. Слушатель, давайте спросим, вы заметили, что за последние пару месяцев жить стало лучше, жить стало веселее, кризис начинает отступать. Если да, звоните 280-12-32, 280-12-32, если за последние пару месяцев жить стало лучше, веселее, кризис отступает, и вообще вы верьте в светлое будущее, скоро все будет снова хорошо. 280-12-32. Нет, по-вашему, у нас сейчас стабильность в луже, и ничего хорошего ждать не приходится. 280-12-33 тогда звоните, 280-12-33. Если улучшений каких-то за последнее время вы не заметили, и в вашей жизни, ну, напрямую, да, это связано с экономикой, в вашей жизни каких-то положительных изменений сейчас нет. Код города 495, звонок бесплатный. 280-12-32, все будет хорошо. 280-12-33, вы в это не особо верите. Код города 495, звонок бесплатный. Мы запустили голосование, а пока подключим еще и слушателей по телефону. 8-925-11-170, номер телефона прямого эфира и для смс-сообщения. Вот 49-й пишет, давайте на Кудрина все валить, только если бы он денег не скопил, я бы посмотрел сейчас на то, как бы мы тут крутились, пишет нам Александр. Ну, то, что говорит Александр, ровно наполовину правильно, конечно. Я же, между прочим, когда говорил, я это отметил, потому что я, ну, стараюсь соблюдать справедливость обычно. Безусловно, Кудрин накопил денег, которые создали подушку безопасности, которая нас сейчас и спасает. Такой спасательный жилет, который не донует утонуть. Но дело в том, что Кудрин это делал путем полного удушения экономики, путем полного создания условий для полной принципиальной невозможности роста отечественной индустрии. И поэтому существует некая вероятность, не стопроцентная, что если бы ему это делать не дали, если бы экономику не стерилизовали, как он сам любил это называть, тогда, может быть, мы бы сейчас и не тонули, может быть, нам и спас-жилет не нужен был бы. У нас 30 секунд до короткого выпуска новостей. Примем один звонок и ответим уже после выпуска, если вы не против. Надевайте, пожалуйста, наушники. 8-925-101-107-0. Добрый день. Алло. День добрый, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, мы вас слушаем очень коротко, пожалуйста. Город Санкт-Петербург, зовут Константин. Я вот хочу сказать, что в нашей нашей прослеживается очень четко, что два плохих шага вперед, один хороший шаг назад. То есть то же самое и с долларом сейчас, что нам до Нового года сначала сделали доллар по 70, потом вот сейчас по 55. И, собственно, мы с вами уже считаем, а, ну и как бы все более-менее в порядке. Вот я считаю, что это проследуется четко во всем у нас. Поняли вас. Спасибо, Константин. Ответим сразу после выпуска новостей. Позиция. 17.17 в Москве. В студии по-прежнему Михаил Юрьев. Мы принимаем вопросы от слушателей сейчас. 8-925-101-107-0. Это номер телефона прямого эфира. И сообщения тоже приходят. Так, так, так. Что нужно для стабилизации кафетерия? Только честно, пишет Ира. Рассуждения об экономике писателей мне напоминают диваны футбольных тренеров. Каждый знает, как. И поставишь такого деятеля, и будет как надо, пишет нам Александр. И вот еще одно сообщение. Объясните, с чем связаны эти кризисные действия ЦБ в отношении национальной валюты, и почему они, действия, противоречат заявлениям президента Владимира Путина? Об этом Андрей спрашивает. Ну, я не считаю, что они так уж прямо противоречат. На самом деле, ЦБ заинтересован в части курсовой политики в том, чтобы рубль не рос. И заинтересованность двоякая. С одной стороны, для экономики ведь гораздо полезнее, когда национальная валюта низко стоит по отношению к другим валютам, а не когда она стоит высоко. Все эти рассуждения, в том числе и наших звонящих, что вот там нам сделали теперь 55 или 50, и мы должны быть рады. На самом деле, все это рассуждения обывательские, так сказать. Людям, может, и нравится, когда более высокий курс национальной валюты, потому что они за то же количество рублей могут, уезжая на курорт, наменять больше валюты. Но для экономики это крайне вредно. Потому что чем выше курс национальной валюты, чем выше, тем продукция, собственно, менее конкурентоспособная. И на внутреннем рынке, и на экспортных рынках. И наоборот, чем ниже курс национальной валюты, тем своя валюта становится более конкурентоспособной, вытесняет импорт у себя, и начинает теснить, извоевывать места на зарубежных рынках при экспорте. Соответственно, поэтому, когда рубль начинает расти, а рубль начал расти, во-первых, потому что ЦБ удалось в, там, срочными мерами, жесткими в январе-феврале погасить панику, ну и плюс нефть отросла, вот, от минимума довольно сильно, и всем стало понятно, что все-таки она еще подрастет, и будет уже не 105, как было, но, тем не менее, и не какие-то там, как вы выражаете, апокалиптические уровни цен. На нефть будут, в общем-то, плохие, но приемлемые для нас цены. И это вызывает, естественно, укрепление рубля. ЦБ с этим борется по той причине, которую я выше назвал. А кроме того, ведь вы не забывайте, что такое борьба ЦБ с повышением курса рубля. Это значит, ЦБ имитирует рубли, и на них покупает валюту, которая идет на пополнение золотовалютных резервов. То есть ему это еще, это еще такой способ борьбы, который приносит крайне приятные побочные эффекты. Вот, собственно, это ЦБ и делает. Если вы меня спросите, то я скажу, абсолютно правильно, и делает. То есть вообще все, что делает ЦБ в последнее время, оно даже, ну, оно, во-первых, правильно, но, во-вторых, в отличие от каких-то метаний, которые бывали в 90-е годы и даже в начале 2000-х, все, что он делает, находится строго в рамках коридора, который считается по современным представлениям, как вообще должны себя вести центральные банки любой страны, так сказать, в такого рода, ну, в таких ситуациях. Надевайте наушники, пара звонков, премиум 8-925-101-107-0. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Владимир Киевский. Вы знаете, все понравится в сравнении. Вот я на уровне простых людей обсуждаю. Раньше в Киеве можно было жить нормально, сейчас заведующий отделом крупного НИИ получает на русские деньги 6 тысяч рублей. Если заплатить за коммунальные услуги, уже на здоровые, на еду, у человека со степенью научной денег нет. И поэтому у меня вопрос какой. И вот если сторонники либерализма, причем крайнего либерализма в экономике, сторонники Запада в политике, придут к власти в России, принесет ли это пользу? И в частности, еще дополнительный вопрос. Дарья Нагина, она проходит стажировку с эхо Москвы в РСН. Вы заблуждаетесь, Владимир. А мне показалось, что вы с эхо Москвы. Ну, когда кажется, известно, что делать нужно. Помните об этом? Да, спасибо. Оборвалось. Да, ну надо комментировать. Да, пожалуй. Ну, я, правда, не очень понимаю, как-то я немножко потерян. Человек звонит из Киева, у него там есть жалобы, а к нам-то чего? Мы-то какое отношение имеем к политике киевских властей, вообще к тому, что там происходит? Ну, единственное, что мы можем пожалеть, что мы и делаем. Мы, как известно, наш народ и руководство никакой неприязни к украинскому народу в целом не питает. Скорее, наоборот, мы жалеем, что у них происходит. А с точки зрения, что, а что будет, если у нас придут к власти в либералы? Ну, у нас не Украина, у нас никто к власти, кроме тех, кто там есть, не придет. Так что, просьба украинских товарищей думать о своих проблемах, а мы как-нибудь, так сказать... Сами разберемся. Даже не в том, что сами разберемся, но это им нам что-то советовать, даже очень дружелюбно, но это как-то немножко смешно. Еще пару звонков. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Короткая ремарка. По вопросу, стало ли лучше. Утверждаю, что в строительной отрасли становится лучше. Это точно совершенно. Потому что, ну, вот они платили, заказчики сейчас платить начали. Вот. А у меня вопрос к гостю, к эксперту, к уважаемому. Какая необходимость все-таки хранить наши, как их назвать правильно, деривативы, или как там, что он мудреным называется. В общем, наши золотовалютные резервы частично хранить в другом государстве. Не очень нам дружить. Спасибо. Спасибо. Я, кстати, подведу итоги голосования, раз уж здесь об этом заговорили. 33% слушателей говорят, что жить стало лучше и веселее в последние пару месяцев. В 67% улучшений пока не наблюдают. Вот, да, по поводу хранения. Дарья, ну, кстати, учитывая, что людям вообще свойственно больше жаловаться, чем радоваться, ну, просто по своей природе, не нашим людям, а любым, то 33% говорящих, что жить стало лучше, это вообще-то очень много. Я ожидал меньше. А мне кажется, лето сыграло свою роль. Тепло, хорошо, но сразу оптимизм. Ну, лето, правда, не очень тепло, но все-таки, так сказать. Да, согласен с вами. Ну, насчет слова деривативы, лучше бы вы, уважаемый, и не произносили бы его, потому что оно, ну, никакого отношения не имеет к данному вопросу. Вопрос, зачем наши золотовалютные резервы хранить в иностранных государствах, я вам отвечу. Проще всего было бы тут тоже свалить на Кудрина или еще на кого-нибудь, но на самом деле все гораздо проще. Что такое золотовалютные резервы? Это те резервы, которые создают ликвидность для поддержания экспортно-импортных операций. Обращаю ваше внимание, если бы у нас была, ну, или в какой-то стране полностью замкнутая система центрального банка, а внешнеэкономической деятельностью занималась бы какая-то другая организация, то никаких золотовалютных резервов в этом случае и не было бы нужно. Если нет золотого стандарта, а его уже давно нигде нету, так и это и не надо. Так вот, для поддержания ликвидности в современном мире ликвидность создается только несколькими валютами. Вот мы в них и храним. Если мы будем хранить не в них, а вот, допустим, мы бы в чем мы хранили? В золоте. Ну, во-первых, вы учтите, что такое количество золота, сколько у нас, у России, денег в золотовалютных резервах по существующим ценам, такого количества золота в мире просто не существует. Не то что на рынках купить, а просто не существует. Включая во всех золотых запасах всех стран мира. Вот. Это во-первых. А во-вторых, золото не так уж ликвидно в современном мире, как вы думаете. Это когда вам нужно продать слиток 100 граммов, и он ликвиден, отнесли в банк, и все. А когда вам нужно продать 500 тонн, например, или тысячу, а тысячу тонн, это совсем немного, это всего 40 миллиардов долларов по нынешним ценам, то у вас могут быть проблемы. Вы обрушите рынок, вы не получите полную цену. Поэтому, ну, они вынуждены держать это в рублях, в деньгах, то есть в долларах, евро. Ну, во что можно диверсифицироваться? В экспортные юани, то есть, иными словами, в гонконгские доллары. Насколько я знаю, это сделано. Такого рода диверсификация. То есть, я здесь не вижу особых претензий к нашим властям. Я просто не очень представляю, что другое можно было делать на их месте. Другое дело, что часть денег хранится не в самих деньгах, а в бумагах ценных, американских, в первую очередь, таких, как Фенни Мэй, но они обладают достаточно ликвидностью. В принципе, я бы из них перевел в деньги, но, в принципе, это тактический вопрос. Но, в целом, вы довольны, да, тем, как организовано хранение наших средств? А я просто не могу себе представить никакого другого варианта. То есть, можно, в принципе, не иметь резервов, обращаю ваше внимание, пустить эти деньги на развитие отечественной промышленности и жить без резерва или с маленьким резервом. Но это страшновато. Этого нельзя делать при свободном рыночном определении курса рубля. Потому что, ну, иначе получится то, что было там три года назад в Беларуси. Поэтому, да, в основном, все правильно делают. Давайте, у слушателей, спросим, довольны ли они, как вы. 280-12-32 это номер для голосования для тех, кто согласен с нашим гостем, согласен с Михаилом Юрьевым и полагает, что деньги нужно хранить вот наши государственные, так как они уже сейчас хранятся в зарубежных валютах, ну, в том числе, ну, и в золоте, в том числе, и так далее. 280-12-33 вы довольны, пускай все хранится так, как хранится. 280-12-33 нет, вы все равно считаете, что все нужно в золото перевести, ну, или в зерно, я не знаю. Ну, в общем, как-то... Зерно же портится. Подождите, может, кто-то думает, что нормальный вариант. 280-12-33, если вы считаете, что лучше избавиться от валюты иностранной и хранить в чем-то другом, в золоте, в зерне, еще в чем-нибудь. 280-12-33, 280-12-32, пускай все будет, как будет, 280-12-33, нет, давайте хранить все в золоте и в зерне, код города 495, звонок бесплатный. Позиция на русской службе новостей стоять до последнего. 17.35 в Москве, у миграфона Дарья Надина, в студии Михаил Юрьев, писатель, бизнесмен. Я подвожу итоги голосования. Итак, вот, 26% наших слушателей полагает, что хранить наши сбережения государственные нужно, так как они сейчас хранятся, в том числе и в акциях, и в иностранной валюте, а вот 74% полагают, что лучше перевезти все в золото, а может даже и в зерно. Здесь в подтверждение тому вот еще приходит сообщение, Юрий пишет, когда США откажутся от своих долговых обязательств, вот тогда все вспомнят о золоте, но будет уже поздно, оно подскочит в цене в десятки раз. Надо пополнять золотой запас страны, а не распродавать половину доброго с бугор. И еще одно сообщение, так, 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 в общем, потерял я его, но здесь вот все, там просто был разговор о том, что важно не в чем хранить, а где. Не надо нам у врагов, мол, хранить свои средства. Смотрите, ну, вот из того, что вы сказали, короткий комментарий, во-первых, в акциях у нас ничего и не хранится, а, значит, во-вторых, золотой запас. Наша страна на протяжении последних пяти лет взяла курс на увеличение доли золота в ЗВР, и мы увеличили его, он сейчас почти тысячу тонн, абсолютно рекордный за все время существования, включая даже сталинский период СССР. Поэтому, но больше золота его просто нету. Вы не забывайте, что тысяча, вот, чтобы нашим слушателям было легче, тысяча тонн золота это 40 миллиардов. То есть, нам нужно было бы, для того, чтобы, вот, допустим, все свои золотовалютные резервы, нынешние, они бывали и гораздо больше, и будут, я надеюсь, перевезти в золото, нам нужно купить 10 тысяч тонн золота, даже 12. Скажите, пожалуйста, где их взять? Годовая добыча золота в мире, не рынок, а просто добыча, 3 тысячи тонн во всем мире. Мы, кстати, вышли с большим отрывом на второе место, а раньше были только на четвертом. Мы обогнали ЮАР, и Австралия уступает только Китаю, где в свою очередь много добывается из-за того, что там датируется это государство. Там тоже такая же государственная программа. Теперь по поводу того, что вы сказали последнее. Я согласен, что у золота при его недостатках есть огромное преимущество, которое заключается в том, что оно физически хранится у тебя на территории, и отобрать его можно только выиграв у тебя войну. А когда ты хранишь доллары в безналичном виде, то в наличном хранить опасно у тебя их могут просто не принять в какой-то момент, как и было с французскими долларами в 60-е годы. Но как сказать, я хотел сказать, виртуальные, безналичные доллары, они действительно виртуальные. Это просто запись на счетах, на корсчетах в американских банках. И в этом смысле их действительно технически в любой момент можно отнять. Так же, как если у кого-то в мире есть рубли, то все они могут быть только в виде записи на корсчетах в России. Ну, такова природа финансовая система. Это, конечно, плохо. Тут я с вами согласен. В этом смысле в золоте было бы лучше. Вообще, это всячески поддерживаю. Одна проблема 10 тысяч. У нас очень большой ЗВР, большой резерв. У нас, ну, нету 10 тысяч тонн в мире. На мировых рынках с большими усилиями, между прочим, еще конкурируя с Китаем, который не жалеет на это денег, в мире можно купить в год, ну, если 200 тонн купишь, это большая удача. А вы хотите 10 тысяч, а так их взять просто неоткуда. Давайте еще пару звонков примем. Наденьте, пожалуйста, наушники. 8-925-101-107-0. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья, Москва. Да, Илья. Хотел задать вопрос по поводу сейчас вот такие новости, так сказать, во-первых, об оттоке капитала из страны. Вот хотел бы узнать, вообще есть ли он отток какой-то, или что это за капитал, молчей, то есть это иностранные фонды или наши все-таки выводят. Ну и вот как это связано с понижением рейтинга, то есть страны наши, то есть мы агентами иностранными. Спасибо. Хороший очень вопрос. В основном, сразу отвечу, а потом прокомментирую, в основном отток, все цифры по всем годам, все цифры оттока капитала, как и притока в те редкие годы, когда он был притоком, это в подавляющей своей части краткосрочный, спекулятивный, международный капитал. На мой взгляд, никакого прока от него нет, когда он приходит, и когда он уходит, никакого вреда нет. Это называется, что-то такое, было без любви, разлука будет без печали, что-то, не помню уже, такие известные стихотворения. И, соответственно, вся наша экономическая политика со времен упомянутого Кудрина направлена на то, чтобы сделать как можно лучше, и чтобы каким-то вот любым способом привлечь к себе вот этот вот краткосрочный, спекулятивный капитал, который на официальном языке называется портфельные инвестиции. Для чего это делается, я совершенно не понимаю, плохого предполагать не хочу, а без этого просто не понимаю. Вот, теперь по поводу того, как это связано с падением рейтинга. Связано, но я думаю, что это тут обратная причина, следственная связь. Капитал утекает, из-за этого рейтинг падает, потому что на самом деле, так, как считаются капитальные балансы стран по правилам рейтинговых агентств, там тоже на первом месте, просто сам большой вклад естественным образом происходит происходит вот этого краткосрочного спекулятивного капитала, поэтому если он утекает, то просто у них компьютерная программа автоматически понижает рейтинг, в этом даже нет чьей-то злой воли. Просто эта программа основана, на мой взгляд, на неверных посылках, ну, тем не менее. То есть политики нет, да, вот в этом, во всей этой истории? Бывает, но вот в данный момент нет. То есть это все работает в автоматическом режиме, пока рейтинговое агентство не попросили настоятельно из Госдепартамента проявить зрелость в каком-то вопросе. Тогда программы отключают и делают, приходят к правильным выводам. Но когда не звонят, тогда это все происходит без политики. Знаете, у нас про Госдепартамент так много разговоров, и складывается впечатление, что этот американский Госдеп, значит, на какая-то страшная совершенно структура, которая следит за всем в мире. Не кажется ли вам, что это? Ну, Госдепартамент, это по нашему Министерству иностранных дел, ничего больше. Ничего страшного в нем нету. Ну, старается следить за всем в мире с точки зрения американских интересов, так же, как наш МИД старается следить за всем в мире с позицией российских интересов. Демонизировать не надо, но думать, что там сидят друзья России, тоже глупо, так сказать. Ну, все естественно. Тут вопрос пришел про Мундиаль. Что вы думаете о том, нужен ли нам Мундиаль вообще? Что такое Мундиаль? Ну, в смысле, чемпионат мира 2018 года. Ну, понимаете как, мне трудно судить, потому что я не интересуюсь футболом и не интересуюсь вообще никаким спортом. В смысле, смотреть. Я сам им занимаюсь постоянно, но смотреть, как другие делают, мне неинтересно. Но с точки зрения финансов, 660 миллиардов из бюджета. Сейчас, подождите, подождите. Ну, большинство людей интересуются, поэтому я тут не очень в положении, так сказать, навязывать какие-то свои взгляды. Я бы его вообще и не начинал бы эту историю, там, 5 или 7 лет назад, когда это было. Но вы абсолютно правы, ну, когда уже потратили, и это вопрос теперь и потраченных денег, и престижа. То есть теперь за это, конечно, надо биться, так сказать. Что, по-моему, Владимир Владимирович и делает, так сказать. И, надеюсь, преуспеет. Это те вопросы, в которых он довольно хорошо понимает, и думаю, что ему удастся обыграть наших друзей, в кавычках, из Запада, которые не могут простить, что на 18-22 год не то, что Россия и Катар получили, а то, что прокатили не кого-нибудь, а США и Англию. Ну, как же это так? Это же на святое покусили. У нас буквально две минуты до конца. Успеем один короткий вопрос принять и на него ответить быстро. Давайте постараемся это сделать. Добрый день. Да, здравствуйте. Меня зовут Василий. Василий, если можно, очень коротко. Очень коротко. Но мне кажется, есть такой некий замкнутый круг, что с одной стороны Центробанк все уже стащил, вот футбол и так далее, а я как предприниматель и производитель, то есть я производством занимаюсь, администрация, не вижу никакой заинтересованности в том, чтобы развивать производство и вообще, а уже вести бизнес становится сложнее, но, точнее говоря, его надо вести все более правильнее. Вот нет ли у Вас соображения, к кому бы еще обратиться, потому что по всем министерствам уже прошел, кто бы помог без взяток? Вот вопрос. Ну, я думаю, я понятия не имею, к кому, я не знаю, какой у Вас бизнес, не знаю, к кому надо обращаться, но я как человек, у которого не самый маленький в мире бизнес, правда, не в России, могу сказать, что вообще-то, когда у Вас бизнес, правильно не обращаться никому из властей, а работать на рынке. В противном случае, даже если Вам помогут, Вы будете полностью от властей зависимы, и цена Вашему бизнесу будет невелика, так сказать. Думайте сами как-то. А может, за границу мы должны приехать, как Вам? Ну, в смысле, бизнес перевести за границу. В смысле? Я один из ведущих игроков на рынке жиженого газа в США. Ну, я не предлагаю... Открытый рынок, приезжайте, пожалуйста, кто Вам мешает. Никаких проблем. Ну, хорошо, я надеюсь, что Вы помогли кому. Я не биржевой консультант. Это Михаил Юрьев, бизнесмен, писатель. Спасибо, что пришли на все оставшиеся у слушателей вопросы. Я думаю, ответим в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok